Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Германию в Сидмерс Цивилизацион 6 с NQ-модом. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать просмотр именно с неё. Всё-таки лучше смотреть сериал с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Продолжение следует... 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 Незланд, я смотрю на все, что происходит, и я буду понимать, если ты на меня обидишься после этого позыва. Просто 5 утра, ты был римляненом, а потом стал арабом. Не, я точно завтра не буду играть, я, наверное, неделю уже не буду играть, это слишком плотная игра получилась. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Все самолеты погибли. вот это вот мне осталось еще одна ядерка да здорово все на меня сбросил молодец у вас союз с австралийцем все до конца игры мы продали для тебя все бомбы семьи не возьмем союза но я я не понял что горя австралийцы до конца игры дала союз на данный момент продлить и прошлое ну я не думаю смысл тут что-то делать как бы победил тут смысл нам сидеть дальше ну а как ты как ты видишь я могу у него счет у него уменьшить я вижу как я могу в космос и в космос у меня вроде пока более-менее что получается тут очень важно будет потом полученным все а блин раб читает проекты на этот неприятно это я не увидел арабский шпион у меня сидит в китайском нету сможет мир тогда остров чувак улетает в космос ты все равно впереди пачкам чё нам воевать уже ему ничего не сделаем мы снимем союз до конца игры прямо сделал ну а мне это зачем ты пошел я тебе что-то сделаю сейчас тобой не закончил мы еще один из один я возьму а зачем ты это делаешь ночью если я не увлечу то он победит я думаю что алексей тоже хочет улететь не уменьшу шансы у тебя почему всем не мешают они другим расскажите я уже не лидер я уже не лидер немцев плохая репутация как он сдохнет очень большого но последние это термоядерка была это обычно я держу получается они остались у лёши 1 или 2 осталось 1 1 плюс 1 осталось у меня осталось 5 6 и он и и и а и и и и и и блин ужасно голова болит конечно там арабу торговец мне абсолютно нет у меня умрет там не добежал до 4 посмотрю будет езжать он доехал а у франкфурта или ты про него и говоришь это был мой любимый танк самый любимый если я не ошибаюсь они в цп или переделали рабочим который дает промку он по ходу теперь только если он раз это нажимаешь прикольно прикольно и неожиданно что-то у меня бил алексей арту и 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 вам и и и и и и и и и что запах я почему-то вижу все видят возле женевы слева дебил город я не знаю у кого есть типа шахтой написано одна ядерка на шахта вопана на выбор или только у меня вот от женевы слева снизу от женевы слева снизу потому что тут это нейтральная территория теперь поэтому видимо всем видно буквально почему показывает одну ядерку потому что типа у тебя она была и что одна у меня одна ядерка прикольно блин и взял здорово я уже на третьем месте по очкам лично отличная командная игра всех против меня ну нафиг вот так вот с ядерками играть чувак лидирует по науке что он побеждает в чем дело надо как-то делаем вы бы сейчас в ядерном угаре там все в пепле просто обсыпались бы пеплом на пол не надо как-то делать ну что я не знаю что делать ну блин 6 ядерок могу скинуть сиди такой блин как как тебе то есть все сбрасывают на меня а я на всех может на каждого я могу 6 скинуть как-то такой расклад возможно это тоже вариант возможно смысл просто вести лимит знаешь типа 25 10 или там вот один человек просто 6 у меня четыре соперника все могут победить а я могу только 6 у меня преимущество в том что я хорошо играю вырвался вперед по науке вышел в технологии построил ядерки но нет это когда оказывается наказание наоборот я ничего не могу сделать я вырвался вперед по науке строю космопорт все сбрасывают на меня ядерки вышел вперед по науке строю ядерки все сбрасывают на меня ядерки так в чем прикол тогда то есть нету смысла хорошо играть или что в чем в чем идея ограничение ядерка это тупо я всегда говорил это тупо всегда тупо 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 Нет, продолжают тут на эти грабли наступать. Давай тогда как-то подумать, как-то делать. Потому что я лично мнению, что если их не ограничить, то тоже неправильно. Почему? Ну, потому что все вдруг кидают ядерки. Кто все? Кто-то раньше вышел в ядерки, кто-то кидают. Я мог сейчас тут выиграть уже давным-давно. То есть вы считаете, что это неправильно, что я лучше всех развелся, вышел в ядерки и всех закидал. Это неправильно, да? Неправильно то, что ты можешь реально всех убить. Вот мне там не смущало всегда. То есть ты можешь реально 30 ядерок скинуть или не знаю, 25. Это очень много. Ну, то есть просто здесь в игре так вышло, что ядерки слишком сильные. Понимаешь, если бы хотя бы на город нужно было 2 сбрасывать или как-то так, тогда, может, это было как-то баланснее. А так получается, что... Ну, допустим, да, ты вышел, ты молодец, у тебя должно быть преимущество. Тут я не спорю. Но, блин, ну не настолько должно быть сильным, понимаешь? Но это слишком сильно. Тебе так не кажется? Вот когда на тебя фантом сбрасывал, ты не мог ему кинуть. Это же неприятно. Так это проблема моего расположения, а не... То есть, про развитие, вопрос про развитие. Кроме того, мне еще пришел чувак, там, зачем-то убил подводную лодку. У меня не было... У меня в тот момент не было никаких мыслей о том, что надо фантому ограничить ядерки. Вот серьезно. У меня была мысль, типа, а что все ему позволяют на меня это сбрасывать? Что ему никто не войну не объявляет и прочее? Вот сейчас Инвиктус по очкам вперед вырвался, и всем как будто, знаешь, как будто нормально. Надо это темно обсудить, как ты, Алексей, как ты... Давай ты подумай, предложи вариант. Да я уже... Я предлагал конкретное голосование Ядерный Клуб. Это нормальная тема. А вам просто не нравится, вы... Вы хотите, чтобы, вот, знаете, там, вы не можете догнать человека по развитию, но... Надо его ограничить в этом. Вот объясните мне, в чем тогда у меня профит? Я был впереди по развитию. Что я от этого получил тогда, от своего развития? Раз мне не дали ядерки кидать. Как-то что мне надо было делать тогда? Строить танчики, нападать? Так, извините, я нахожусь в центре карты. Я либо на Араба нападаю, так у меня с другой стороны Инвиктус нападает, либо на Инвиктусу нападаю, с другой стороны Араб нападает. То есть вы просто лишаете меня шанса на победу. Я против ограничений вот этих тупых ограничений по ядеркам. Я вот, вот то, вот то ограничение, которое... Как там, ну, перелив производства. Вот это, да, это правильное. Потому что это просто использование багов игры. Не понял. Не понял, как у меня этот самолетик слетал. Ну, если я все правильно понимаю, это я... Хотя... Вообще, если я улечу, мне очень сильно повезло. И потому что я сейчас вижу... Нет, как не долетает. Ну, нет. Блин. Ну, ты там, да, нормально все как бы сделал. Я его выключил. Я бы, наверное, не забрал. Но, по идее, из этого ученого я бы забрал. Я, скорее всего, улетаю. Ну, сейчас увидим. Ну, ничего. То есть, просто две детали достраиваю. Я на 100%. Я вот... У меня по третий только есть сомнения. Возможно, надо было еще в каком-то нормальном городе. Хоть у них особо и нет таких, чтобы прям нормальных. Хотя, может, и есть. Возможно, нужно было еще один космофорт строить. Тогда бы получилось. Какое отвратительное тут управление самолетами. Просто вы себе не представляете. Такая боль. Отлично. Я уже последний по очкам. Здорово. Для города просто бегаю и вставлю. По всей карте просто гоняю. По всей карте просто гоняю. Блин. Вот как меня... О! Вот отсюда долетает. О! Вот отсюда долетает. О! 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 Еще в нормальный век вышел. Но это... Обычно. Уважаем. О! О! Очень полночная. Я счит Pakistani. Блин. О! Э-э-э-э! О! О! Продолжение следует... 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 чтобы военный союз работал надо нет он он объявил мне войну еще до того как мы помирились алё мы с ним в они еще до этого были что-то за войска возле меня это на зонтипад я могу тебе помочь сензибаром если хочешь а и и и и а и и и и и поздно я сюда подъехал забыл об этом танке совершенно Мммм... Блин, ну что с управлением? А ты про учёного? Ну я вроде как могу и без него лететь, но я пока не уверен. Просто сложно посчитать из-за рабочих. Ничего, сколько вы лет тут рабочие. С удовольствием я... А нет, так я не разобрался опять. Что ж такое? Не долетаю. Ну вот ещё они обозначаются, как будто ими ходить можно. Ну что за... Получается, всех троих забрал, да? Или на пятьдесят пятьдесят Лёша забрал. Сейчас я гляну. Я ничего не забрал, так. Ага, тысячу пятьсот забрал вообще поляк, сто процентов забрал араб, и семьсот пятьдесят забрал араб наукой. А не наука, я этим... Как она называется? Как она называется? Как она называется? Верой. Грустненько. Не, за семь ходов в одном космопорту мне пять ходов. Это никак. Не понял, что умерло. Какого ты там посылаешь? Ну вот объясни, Вихтус, нафига было на меня нападать, когда австралиец там улетает. Это был не факт, что он улетит. Это всё ещё не факт, я вам честно скажу. То есть тут типа зависит от пары моментов. Так, а кто мне сейчас подлодку убил? Я. Я её нашёл и убил. Не, у вас какой-то реальный тимплей. Вы вдвоём за игру даже не воевали между собой. Ну, просто если бы я вписался в войну против него вместе с тобой, то или я, или ты бы получили... Ну, с тобой понятно, что ты пошёл улетать. Вопрос, скажи, гласов. Ну, если он бы напал на меня, то бы с тобой тоже ему не дали победить. Выиграл бы я. Я могу воевать со столицы, когда ты у меня за спиной. Ну, Алексей. Я тебе предлагал продолжение союза, Инвиктус. Доброе утро. Это была твоя победа. Это была чистая твоя победа. Почему это была чистая моя победа? Ты захватывал австралийца. Ты эти все ядерки, которые ты на меня сбросил, могут сбросить на него и захватить все его города. При этом у меня с тобой союз был. Извини, пожалуйста. У тебя оставалось две ядерки, а у него семь. Почему тут ядерки вообще, какие оставались ещё до всех этих ядерок, когда я тебе предлагал продление союза? У нас с тобой был союз. После этого ты сказал, мы с тобой не воюем. Окей, принял кризис против меня. У меня перестали бегать к тебе караваны. У нас ещё был союз тогда, понимаешь? Я тебе за пять ходов до конца союза предложил его продлить. Сказал, нет, уже поздно. Предпочёл продлить союз с австралийцем. Вместо того, чтобы его забрать теми же ядерками, которые ты сбросил на меня. Я сбросил все свои ядерки на Араба и тем не менее не смог его забрать. Так, на минуточку. Австралийц вообще спокойно он сидит, развивается и улетает теперь. Мы когда с Фантомом опять же воевали, когда друг от друга на ядерках, это всегда плохо заканчивается для обоих. Проигрывает оба всегда. Ну, к минимуму в моём опыте. Да, правильно. Когда нету ограничения в шесть ядерок. Да, да, да. Даже когда есть, то мы размениваемся. Почему-то у меня поляк спокойно забрал города, потому что я ему ничего не могу сделать. Да, я понимаю, но я бы смог. У меня ядерки построились вовремя. То есть, в момент, когда он заканчивал союз, у меня было пять. Одну я бросил на тебя. То есть, ну, всё нормально вроде бы. А, нет, вру, четыре. Ну, это не меняет того факта, что я бы ещё мог достроить. То есть, ты как бы прав, но это самоубийство для нас обоих просто. Потому что, если я первый на него нападаю, он тратит ядерки, чтобы вернуть свои города в основном. Если он на меня нападает, я тратит, чтобы вернуть свои города. И в конечном итоге мы размениваемся просто городами. Как тогда мы с фантомом... Нет, короче, я не успею ничего сделать. Даже в результате... Я забрал один его город, просто который был ближе ко мне, а он у меня ноль. При том, что мы 15 ядер друг друга скинули. 15, потому что 15, понимаешь? То есть, в конечном итоге всё равно плохо было нам обоим. Ну, как? Шесть ходов осталось, ему осталось построить два модуля. Да улетит он, Виктус. Ну, пока я всё очень... Это смешно просто. Просто смешно убить соседа, с которым целая игру союз был. Вот и теперь в следующей игре союз с тобой заключаем, Виктус. Отлично. У меня всю игру был союз только с тобой. Понимаешь? Только с тобой. Ты был опаснее, если бы дал тебе и дальше, ты бы улетел. А, я бы уже улетел? Я бы уже улетел. Так, а у вас уже с этим... С Незлдом по 7 утра, да? Жёстко. Ну, почти 7 без 15. А что это не с какого-то Урала? Не знаю. Тебе уже день начинался давно. Часа будет. Часа будет. Часа будет. Часа будет. Часа будет. Часа будет. Нет. У меня ещё одну точку надо. Потому что меня шесть. Ух. 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 Всё ещё не верит, что я вулкатаю. Это очень натоненько всепорно. Леша, кстати, сколько у тебя промки максимально в городе? Где ты скидывал всё в один? разница просто интересно сколько много его немца промки в цепле немного ну чтоб 150 под лодки ведь рядом признавайся потолку лёша я нашел да все я уже сбросил последнюю ядерку на это на эльвиктусы опять у меня город отвалился до конца геймер сдается а 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 Продолжение следует... 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 меня заходит тема ядерка еще спинули сиськи к что у вас реальным союз до конца игры не могу елки а зачем вы это делаете вот до конца игры вот это со мной и мы просто болтел улетел ну короче мне мне эта игра офигенно не понравилось то есть ты получаешься развивается развиваешься и в итоге ты не можешь ничего сделать чем прикол этого игры я с тобой согласен это не самый лучший вариант у меня полное разочарование в концовке то есть я сижу ничего не могу сделать я круче всех то сделать ничего не могу такой 6 ядер на отлично отлично просто кто на меня по сбрасывать это вообще без проблем этот сидит союз до конца игры заключает этот может улетать спокойно что это вообще за игра такая я не я не подсчитал что улетит 12 часов посидеть чтобы вот в итоге человек улетел сбрасывать ядерки ну ну там просто очень много промки со временем открывается карточка на плюс 5 карточка на плюс 7 я построил домик на 0 6 процентов за жителя барона еще удачно в темный век вышел барона еще плюс 25 процентов то есть я думаю я бы не улетел если бы если инвиктус с тобой союз не заключил это само собой но там я тебе говорю это была простая ситуация если допустим мы с тобой его пилим мы с тобой наверно заключаем военный союз я не хотел пилить инвиктуса вообще никогда у меня единственный с кем не был союз всю игру зачем мне его пилить вообще у меня есть прим когда он со мной воевал уже ну да 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 ну то есть я к тому же виду что как бы если вы в этом моменте с тобой сошлись то инвиктус бы замедлил меня ядерками мы бы все равно его забрали и тот момент это ладно то есть меня возмущает само по себе что инвиктус почему-то выбрал воевать со мной и при этом еще и союз с тобой до конца игры просто заключил и в итоге все ядерки в меня бросил для тебя вообще ничего не он заставил на него бросать ядерки я не мог ничего тебе например прийти на тебя сбросить отлично в чем идея тогда его чтобы воевать не месть им союза понимаешь а зачем со мной воевать ну ты же был лидер алексей ну ты побеждал так ты мог победить захватить австралию чтобы он не улетел покой науки а по науке ты не улетела все ты вылетел бы и как я улечу точно так же как он я тоже строил космопорты ты мне их никак не порушил я в тех моих городах где они были так и остались у меня еще две детали как не как минимум я до 150 хода не улетал это и это при том что мне не надо же строить ядерки потому что 6 штук мы построили и все не надо там стратить на что-то другое производство мне кажется тут еще и с вами что когда на тебя напали араб напала так понимаю я все еще отстал от тебя по науке очень долго я постоянно за первых вода нет и поеду пожалуйста хорошо австралия стал зачем союза до конца игры заключается ну зачем это делать не такой просто продлили то есть нас не было договоренности кто-то до этого просто когда вот нас оставалось пять ходов инвиктус это рассказывал что влад давай дружить все дела я такой думаю да окей будут ну и в итоге и в итоге инвиктус все на меня по сбрасывал и что ты получил ну да и нам у них расчета выиграл не хватило метре хода не хотела приходит для чего эти не хватило приходит на победы по же победы по очкам да а ты ты будешь оборачиваться пациент чем улетел но стрелить это думаю если бы забрал бы я бы воевал с арабом дальше у нас была война с арабом как бы я его забрал я сбросил на араба 6 ядерок а потом на тебя только две и шестью ядерками я не забирал араба может ты не заметил это как собственно как и ты меня не забрал шестью ядерками своими ты меня 6 ядерок еще одну сбросил австралийц ты меня забрал нет уж и невозможно шестью ядерками ничего забрать от тупое ограничение который просто ну она ничего не дает просто побросали ядерки и получается человек который лидирует в игре нормально играет не может реализовать победу потому что его вот так ограничили это лучше вообще было без ядерок играть понимаешь что вы тогда бы хрен мои города взяли справедливо ну тоже стиллариан такая без ядерок что же не так плохо звучит нет это плохо звучит потому что тогда еще более вот это упарываются в эту стратегию с танками и куча танков приезжает и забирали а ты не можешь от них отбить спустя нету ядерки потекать какая-то сдерживающая фигня есть но так как ты предлагаешь что предлагаешь как мы играли раньше с голосование в конце концов получается что у каждой на каждом кидает по 20 ядерок и все полный следи да помнишь как фантом улетел двигаться после которой игры ты чтобы мы начали так делать когда он был тоже с эти за немцы и у них не достреливая ядерки по фантома у меня с ним был по длине союза потому что я то есть я тоже с вами сделал что сейчас и двигаться по я могу заметил карты даже самая фантом тогда выиграл на посты на сторону где-то в ходу улетел и то только потому что кто-то с подлодки неправильно бросил ядерку и не попал по его космопорту я ему шпионом его разграбил убрала тебе достать этого цвета и тоже пачкам ввел да там ты и я типа я забирал японца голландца и ацтека ты забирал француза ладно да это не не неправильно это решение больше играть так не будем надо думать о другом и ну конечно таки правило с нами тот кто хостит люди которые вписываются должны их соблюдать и ну я я думал попробовать ну алексей прав это не я с тобой согласен что попробовать стоило да я согласен с алексеем что это не совсем баланс на делать как делают в пятерке например играть кидать только термоядерки так это плохо потому что тогда реально быстрее улететь ты не очень боишься термоядер потому что но они будут кидаться когда эти там 2 1 2 детали остается победы их и их раз не ты не сможешь так быстро построить столько как ядерок проблема ладно спасибо за игру что если что конечно то как-то не нехорошие правило я спросил больше что делать нибудь давай давай тебя не слышно спокойно ночи на стороне спокойно ночи все ладненько ребят спасибо за игру прости что этих опросов и твой жди это ты алексею выиграл до концерта просто он мучился считай сколько там 12 часов или больше 6 плюс 6 на 10 часов где-то помучился и не выиграл хотя шансы наверно даже были не были шансов если бы я алексей вы не забросал алексей был забыл ну может быть забрал и забрал бы ну папа курсу было так что его не вообще не в общем видишь он забрал получится двух этих двух людей на детали две детали у него было бы тупо следей алексей бы забыл бы не там города потом они бы замедлились и неоники бы шансов не было бы там мог быть другой вариант типа что они сразу делать союз против нас с тобой для нее нет ни как нужно крейся в том то что араб ни хрена пробку не сделал и пошел вверх это по верхней ветке поэтому я поздно в танке вышел справедливо спасибо тебе еще разыграл вместе с тобой влад союз бы не заключал последний вопрос если я пошла бы пошел бы на алексея ты бы пошел воевать так я же специально приехал я в ядерки просто мне проблема что ядерки недалеко долетали но если с тобой бы союзе скучал а пошел воен алексея желудина меня а конечно пошел вода ну то есть я бы понимал что я не улетаю и нам бы нужно было с лёша тебя пилить это ситуации уже где-то пятый раз но ты не заключаешь те же ты просил продлить со мной союз он союз бы тогда заканчивался не в конце игры а там на сто сороковом ходу эти об этом сказал что союз я посмотрел я посмотрю когда заканчивался бы союз был 24 ход это еще двадцать это был бы 44 ход нет нет я тебе предлагал я тебе предлагал продлить за союз можно продлевать за 5 ходов до конца когда ты его продлеваешь он продлевается на 20 ходов он не прибавляется к этому а вот в тот момент когда ты продлеваешь он становится еще 20 просто тогда 9 было ну 9 ходов отлично у нас с тобой был прокачанный союз 3 уровня там какого-то у нас тоже да у нас тоже был покачанный я был ты у меня был единственный союзник ты понимаешь вот что просто на будущее в будущих играх нафиг нафиг мне такое надо такой единственный союзник в игре который в итоге вот так бросает и делает я уже молчу от в а твоем замечательном вот этом предложении я игру я сейчас на тебя сброшу язерку и горишь не давай тогда не будем воевать окей на следующий ход мне объявляется война и все мои караваны даже несмотря на то что мы уже не в союзе у меня караваны перестают бегать это да это мы и города государствах с которыми ты союзник объявляют мне войну я я не использую шанс тебе навредить потому что ты обещаешь что-то сделать и ты этого не делаешь в этом мы файл здесь я признаю а фэйл с союзом ты не считаешь это твой фэйл союзом на 3 эрикси ну я посчитал что то что мы с тобой были всю игру союзник и это знал но я был всю игру союзник и сладом тоже я посмотрел это твою это твой выбор на самом деле мне тогда было бы проще вынести им индуса и сразу нападать на тебя вместо этого я свято чтил союз наш мы заключили в у меня бегают караваны я просто не буду стоять с арабом надо было союз заключать видимо на всю игру кстати я бы не улетел если бы не было союза это промки но минимум 70 получал в городе чисто ты еще знаешь почему неправильно выбираешь союзника в данном случае все кто находятся с краю то есть это австралия там норвегия они имеют бонус в том что у них собственно один ну максимум два соседа они с краю у них нет вот этого шанса чтобы за спину дать мы с тобой в центре и мы должны оберегать друг друга вот этой от этих ударов в спину ты получается заключая союз с человеком который скраил ты ему еще больше развязываешь руки потому что отсюда не нападают и сзади у него никого нет у него там море никто не нападет и гуляй вате делай что хочешь общем-то а мы с тобой находимся в центре то есть ты боишься и этого и этого и этого и снизу и сверху это обычная вот логика поведения ты когда в центре карты находится должен избавить себя от опасности из друг с другой стороны вместо этого ты выбираешь человека которую и так обезопасен своим положением просто ну как бы да 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 но я бы напал на него если бы мы не продлились и сто процентов я бы тогда даже другие теки шоу я бы сразу шел в страну а так я так такой мы с ним воевали есть разница а так у меня есть араб с другой стороны которые меня зуб точит зачем я на тень диктус нападать серьезно почему ты думал что я на тебя вообще нападу нет если бы с тобой да нет вот и бы нам я бы не поддал даже наверняка если бы мы с тобой не воевали ты просто бы спокойно улетел забрав бы араба все ты видимо не видел какая армия у араба и вот это тупое ограничение на 6 ядер от не просто не дает его забрать ну да это это ограничение неудачные слова то есть я кинул две ядерки на его армию то есть но им где-то так ядерками штук 12 армии танков убил и двумя ядерками захватил два города причем одна из них столицу но я просто отбил обратно пошли не мог ее уничтожить все вот и все что я сделал арабу не воевал бы я с тобой хорошо я бы скинул еще две ядерки захватил бы еще два города а дальше что делать у него те же те же как его современные танки что у меня были создать его самолет и еще самолетов там его забрасывать тем более что я бы исправить старается у него все ядерки там приплыл бы австралиец какой-нибудь еще кинул ядерки на меня например ну в общем не знаю разочарован концовка то есть столько сидеть что просто человек построил домики и вылетел с китая за пристрадался воевал вот уж него я что неправильно сделал я зря пошел на индусами надо быть накид на китайцы раньше тебя добыть ли не быть и город такие у меня была возможность пойти на китайцы раньше чем ты пошел у него дохода 34 с другой стороны я бы тоже приехал тот момент хотя но я не знаю то есть целом-то спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока